Добрый день всем телезрителям первообластного канала в эфире вновь ток-шоу вам слово и мои ведущие Илья Дементьев и Владос Гедонис. Сегодня мы говорим о интересной теме, о воспитании патриотизма здесь у нас, у амурчан, у благовещенцев и жителей области. Специально для этой передачи мы провели небольшой опрос. Мы вообще спросили у жителей, а считаете ли вы себя патриотом? Вы знаете, узнали небольшие и интересные мнения по этому вопросу. Мы предлагаем прямо сейчас посмотреть их. Внимание на экран. Честно, мне нечего сказать, честно даже, я не знаю. Если исходя из нашей профессии, вы понимаете, да, что я в прокуратуре работаю, то это, конечно, служение закону. Патриотизм, преданность своей родине. А вы считаете себя патриотом? В какой-то мере. Почему? Потому что не всегда от нашей родины плюсы. Иногда бывают и минусы, в которых разочаровываешься. Ну, наверное, это в душе должно быть у каждого человека. Ну, лично для меня это патриотизм, это... Ну, я даже не знаю, как вам сказать, как это можно выразить словами. Это любить свою родину. Место, где ты живешь. Место, где ты должен посвятить себя. Патриотизм? Давай, Виктория. Говоришь? Нет, ты что? Ну, патриотизм, это значит... Когда служишь своей родине. Да. Ну, мне стыдно очень за нашу страну и за нашу политику, потому что у нас патриотизм считается почему-то, так сказать, противозаконным, так сказать. За это идет статья 282. Это считается экстремизмом. Я за это дело отсидел пять лет. Патриоток, мне кажется, это человек, который верит в свою родину, считает, что родина это все святое. Я считаю себя патриотом. А я не знаю, что это такое. Видите, молодое поколение у нас не знает, что такое патриотизм, и могут ли они считать себя патриотами. Сегодня мы об этом и поговорим. У нас очень много гостей. Начнем с одного из них. Сегодня у нас в гостях Сергей Михайлович Орлов, руководитель проекта «Память Амур». Прекрасный человек, Сергей Михайлович, здравствуйте. Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, да, ваша работа, в принципе, сейчас в основном и связана, да, с увеличением, скажем так, волны патриотизма в сторону не только Великой Отечественной войны, не только войны на территории Китая с японцами, но и просто общечеловеческие качества. В первую очередь, начнем с общечеловеческих качеств. Что такое патриотизм? Вот, например, для вас патриотизм, что это? Ну, со слова, если говорить просто, не вдаваясь лингвистически, так сказать, подробно, что такое слово патриотизм. Это человек, для которого имеет свое Отечество, собственно. Человек в русском языке как бы нет такого слова, которое мы взяли из других языков, слово патриотизм, оно как бы совсем недавно, собственно, с учетом развития нашей страны пришло. Но патриотизм, у нас есть такое хорошее слово русское, верно подданный. Человек, для которого важна Родина и важно Отечество, который имеет это Отечество, знает его, служит ему, уважает его законы, знает историю, в конце концов. А вот, а сейчас много верно подданных, патриотов, по вашей точке зрения? По моей точке зрения сейчас достаточно. Людей, которые служат своей Родине, и не только служат в вооруженных силах, в других государственной власти служат, в других, в различных структурах, но те люди, которые просто честно и добросовестно выполняют свой долг. Несмотря на то, что в последнее время идет очень большая агитация патриотизма в нашей стране, в частности, все-таки, на мой взгляд, очень сложно молодому поколению привить это понимание патриотизма. С чем это связано, как вы думаете? Я не думаю, что, как бы, все-то сложно, когда, если есть процесс воспитательный, образовательный. У нас ведь, понимаете, мы ведь, действительно, страна некоторым образом изменилась. Там, за 90-е годы у нас не изменяется общественный строй. Возможно, появилось достаточно много мнений, в том числе об истории нашей Родины, познания истории. Мы, к сожалению, может быть, то, что было хорошее в советское время, иногда забывается, да, то, что новое, очень много альтернативных историй. Понимаете, вот, на мой взгляд, патриотизм начинается, по крайней мере, с того, что человек знает страну, в которой он живет, уважает ее, ну, для начала историю. Мы праздновали в эти дни, там, 200-летие Бородинского сражения, да, и при этом, сколько-то альтернативных историй мы узнали. Вот, собственно, если говорят о французской армии, которая вторглась в пределы России, да, говорят только о великой армии, а если говорят о российской армии, которая ей успешно противствовала и победила ее, вот, вроде бы, она какая-то такая вот, 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 какая-то никакая, до Москвы дождались зимы, так сказать, вернули и вернулись обратно. Поэтому, а это происходит от незнания, причем достаточно серьезного, говорят, вот, все лето отступали. До десятки было маленьких, небольших сражений, в которых французы были биты, и при этом они их очень мало знают. Просто нужно знать его историю, ее нужно, как бы, изучать. Поэтому первый шаг в понятие Родины, в понятие Отечества, начинается с изучения ее истории. Это прекрасно, отличная точка зрения, в принципе, приятный шаг, да, к продолжению нашего разговора. Страна должна знать свою историю, страна должна знать своих героев. Сегодня у нас в гостях герой Советского Союза Кузнецов Юрий Викторович. Юрий Викторович, день добрый. Добрый день вам. Добрый день. Юрий Викторович, что для вас патриотизм, являетесь ли вы по-настоящему патриотом, и как вы развиваете патриотическое движение? Ну, я хотел бы продолжить то, что говорил Сергей Михайлович. Человек не может быть патриотом, если он не знает историю своего села, своего города, своей области, своей России, ну и в то же время, когда нас учили из Советского Союза. Много было у меня переездов, и в любое место, куда бы я ни приезжал, человек, который встречал меня, я имею в виду в школе, и в последующем уже училище, мне рассказывали об истории этого учебного заведения. Рассказывали не как лекцию читали, а простым, как говорим мы, русским языком, с показов, водили в музеи. Сейчас вот у меня уже здесь, находясь, 10 лет командовал училищем, все это у меня училище было. А школьников, чтобы в музей, вот у меня здесь закончили, вернее, закончил уже один внук, и некоторые тоже учили здесь, уезжали и прочее. Я их спрашивал, сколько раз вы были в музее, где и прочее. Пожимают плечами. Это говорит о чем? Что с детства мама, папа, бабушка, дедушка, говорят, это делать нельзя, а вот помнишь, мы тебе рассказываем то-то, то-то, то-то. Вот с этого момента, я имею в виду, и в ребенке вырастает какое-то любопытство. Отношение, что не делай это плохо, а делай это хорошо, будет дальше жить тебе лучше. Ну, уважение к тому краю, к той земле, к которой ты находишься. И вот сейчас мы послушали с вами, о чем говорят. Взрослые, вроде бы люди, начинают на законы, начинают на государственность. Я не могу этих людей понять. Я не поддерживаю их. Можно критиковать, можно говорить. Ну, а ты что сделал для того, чтобы стало лучше? Это же тоже один из моментов этого гражданина, и опять же будем говорить, патриота с большой буквы. Я прослужил 39 лет в армии. У меня были все национальности, я не переписывал, не запоминал. Но национальности Советского Союза служили в моем подчинении, будем говорить, все. Особенно все это высветилось в Афганистане. И что бы там делили, как у нас сейчас татары живут лучше, чем россияне живут, говорят. Башкиры там, прочее, прочее. А у меня в 345 полку жили все одинаково. Не было, что это ты грузин, ты там татарин, там прочее. Ну, были у них там, будем говорить, свои общие какие-то клички, там прочее. Но это везде есть, от этого уходить не будем. Но то, что уважение друг к другу, уважение особенно старослужащих, к молодым солдатам, когда они шли на операцию, они шли в бой. Здесь безо всякого. И вот, глядя на этих парней, смотрели, когда они улетали в Советский Союз, они плакали, не те, кто их провожает, а плакали эти ребята. И говорили, если бы можно, мы бы еще остались. Ну, давайте теперь все-таки обратимся к ребятам, к кадетам, которые присутствуют сегодня в нашей студии. Евгений, вот ты в столь раннем возрасте решил связать свою судьбу с армией. Почему? Объясни. Потому что для многих, тех, кто сейчас будет смотреть нас, да, по телевизору, более старший возраст, ребята, которые уже собираются идти в армию непосредственно, они не очень-то хотят этого делать. А ты, собственно, ручно взял и подписался. Почему? Потому что патриотизм, прежде всего, для меня, это любовь к своей родине. Каждый человек должен знать, как уже говорили здесь гости, что история прежде всего. То есть я сам выбрал свой путь жизненный. Буду служить Отечеству, защищать Отечество и прекрасно знать, что патриотизм — это любовь к родине, а военный патриотизм — это любовь к родине и способность защитить ее. — А если не секрет, из твоих родственников кто-нибудь служит в армии? Допустим, может быть, отец. — Нет, отец, не мама, никто не служит в армии. Но у меня есть как бы пример, по которому я держусь, это мой прадед. У меня прадед погиб во второй день войны, ему поставлен памятник под Могилевым. И то есть я по нему равняюсь. — Скажи, Евгений, Юрий Викторович говорил, да, о том, что в первую очередь, конечно, да, это история, да, ты знаешь, историю своего прадеда. В музеи ходишь, знаешь амурскую историю, историю Благовещенскую? — Мы немного знаем. — А в частности, кадетского корпуса историю создания? — Да, кадетского корпуса, да. — То есть вам все-таки рассказывают? — Ну, кстати. — Радуют, вдалбливают. — Нет, 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 уже хорошо. — Нет, это хорошо, вдалбливают. Вы задали ему вопрос, служил у него кто-нибудь? Ну, откуда история там эта вся? Он отвечает, что у него дед. У меня здесь есть момент, вернее, я бы хотел сказать. У меня три сына. Все три сына служили в советской армии, сейчас служит один в российской армии. Находясь в Афганистане, у меня в подчинении были сыновья военачальников. Я к чему говорю? О том, что в свое время начиналось, когда развал шел, и сейчас продолжается косить от армии. И говорят, это дети генералов, дети его всех. Ну, вы знаете, наверное, бывшего командующего воздушно-десантными войсками, и ныне командующий шаманов. До него был этот... Ну, ладно. Короче говоря, оба отправили своих детей туда, в Афганистан. У одного из них ребенок там погиб. Я к чему хочу сказать, что дети генералов за спины родителей не прячутся. А что говорить? Вот последний наш губернатор, не последний, а крайний наш губернатор Олег Николаевич. Его сын служит в армии. Вот хотелось бы... Вот он служит там в армии. И чувствуется, что он тоже патриот. Я считаю, это тоже патриот. На месте бы, мол, папа мог его откосить, там прочее. Тот же Шабанов. Ну, много, много я говорю о этих людей. И для того, чтобы в армии служить, для того, чтобы быть патриотом, ну, нужно бы иметь какое-то еще уважение, как вы уже сказали, к нашей истории. Ну, вот сейчас очень много родителей задумываются о воспитании своих детей, для того, чтобы воспитать их не только настоящими патриотами, но и людьми с большой буквы «Л». Сегодня у нас в гостях директор кадетского корпуса Андрей Егорович Солодух. Андрей Егорович, здравствуйте. Добрый день. Андрей Егорович, к вам приходят, к вам приходят дети, родители, для того, чтобы завершить, пожалуйста, моего сына или мою дочь, да, то есть, как бы, девочки тоже обучаются, да. В примере Евгения. Евгений, по-моему, самостоятельно выбрал свою стезю, да, то есть, как бы, пришел, возможно, самостоятельно, мы не знаем как. В основном приводят, да, пожалуйста, обучите нашего мальчика, что-то он хлипенький немножечко сделать из него настоящего мужчины. Или это самостоятельный шаг от молодежи, самостоятельное желание стать офицером, в будущем стать офицером? Спасибо. Ну, должен, наверное, вас обрадовать, что в большей степени это все же желание мальчишек самостоятельного выбора, вот, прийти и воспитываться, и обучаться в кадетском корпусе. Причем я разделяю абсолютно мнение наших уважаемых высоких гостей, Юрия Викторовича и Сергея Михайловича. Вот, абсолютно с ними согласен. И всегда мы не то, что, простите, мы не вдалбливаем сейчас детям, нашим кадетам, они находятся в среде военных взаимоотношений, круглосуточного пребывания. Основной метод воспитания, конечно же, убеждения, сопереживания всех вещей, формы самые различные. Это и преподавание в рамках педагогического воздействия, в интересах формирования этих кондиций отношения к Родине. Мы всегда говорим, что Родина, как и мама, ее не выбирают. Ее невозможно не любить. А любить Родину можно не только защищая ее вооруженным, где-то на границе, выполняя боевую задачу. Родину можно любить поступком в спорте, в строительстве ГЭС, в науке, ну и в том числе, конечно же, и в служении Отечеству на военном поприще. И наши дети, кандидаты, они уже ориентированы, что это кадетский корпус военно-патриотической направленности. Да, есть родители, их мало, которые приводят и говорят, сделайте из него человека. Я хочу, чтобы он был умным, образованным, сильным, очень хорошего духовно-нравственного формата. Сделайте что-нибудь, потому что мы не справляемся. Ну, а в итоге переделываете? Я вам должен сказать, что мальчишки, вот и, наверное, мои воспитанники, кадеты выпускного курса, во взводах различной категории, из социального происхождения учатся дети. Мы не будем говорить плохо о том, что где-то ребенок, простите, сейчас модно, что называется, из мажорной среды, вот, они преобразовываются в коллективе, они становятся людьми, которые понимают, зачем они пришли. И уже потом из русла повинности какой-то и обязанности своим родителям выполнить обещание, что я смогу, они адаптируются в коллективе и с удовольствием продолжают обучение. Андрей Горгиевич, а немного статистики. Сколько набор, вот, у вас, какое количество людей, точнее, вот, мальчишек, да, молодых, идут к вам? Первый набор мы набирали полностью весь корпус, 200 человек. Конкурс в среднем был в каждую параллель, в зависимости от классов, от трех до трех с половиной человек на место. В этом году мы набирали 40 человек в седьмой класс. Одиннадцатый класс выпустился. Кстати говоря, хочу погордиться нашими детьми, потому что из 40 выпускников 13 человек поступили в высшее учебное заведение силовых структур, и наше дальневосточное краснознаменное, и танковое казанское, и летное краснодарское, вот, и подразделение, вернее, учебное заведение полиции, МВД, там, и так далее. 18 человек поступило в высшее учебное заведение гражданской направленности, три в среднее, шесть человек изъявили желание сначала отслужить в армии, потом поступать в военное училище. Подали заявление в седьмой класс 112 человек, отклонено было по здоровью там ряд, но 87 человек участвовали даже не в конкурсе, а претендовали на эти 40 мест. Зачислено 40 человек. Скажу, что 12 круглых отличников, неплохие спортивные результаты. Мы хотим подчеркнуть, и даже не культивировать эту идею, просто некоторые горячие головы, в том числе и из чиновников, не буду называть структуру, говорят, дескать, что вы там создали какую-то военщину. Вот, я абсолютно хочу разуверить, наши кадеты выпускаются с правом свободного выбора, либо на гражданскую стезю, либо на военном поприще. И мы их воспитываем быть людьми свободными, широкомыслящими, широкомыслящими, абсолютно взирающими на безграничные горизонты перспектив в жизни, а выбор за ними. Другое дело помочь, определить направленность. Они сами выбирают, по какому пути иметь. Я хочу просто убедить родителей, у нас не военщина, у нас свободное, я не знаю, абсолютно взаимоотношение. Мы хотим, чтобы вот эти психические образования сформировались не на страхе, а на глубокой внутренней убежденности, которую несут с собой учителя, офицеры-воспитатели, педагоги дополнительного образования, сама воспитательная среда. Ношение погон всегда в России было способом национального самовыражения. Это не я придумал. Андрей Горькович, вы сегодня сказали очень правильную фразу, что любить родину можно не только на военном поприще, но и своими поступками. У нас в гостях есть человек, который доказывает это своими поступками. Роман Чукмасов. Добрый день. Здравствуйте. Ром, являешься ли ты патриотом в полной мере понимания этого слова? Я думаю, это действительно так. Скорее всего, я действительно являюсь патриотом в полной мере понимания этого слова, поскольку пришлось пройти определенный путь для того, чтобы осознанно потом говорить о том, что я действительно являюсь патриотом. И, собственно, что касается по патриотизму, историческая составляющая, безусловно, это очень важная вещь, но историческая составляющая, она понятна более старшему поколению. Для того, чтобы молодые люди понимали, что такое патриотизм, это прежде всего не какой-то образ поведения, ну, к примеру, как было сказано в вопросе, что следовать законам и так далее. Это, в первую очередь, ощущение, это чувство. А я считаю, ну, как молодой человек, что это чувство, прежде всего, гордости за свою родину. Это чувство возникает периодически, время от времени. То есть, все-таки страна у нас выходит на уровень, мы одерживаем очень много побед, очень много результатов, достижений. Молодежи это более понятно, чем какие-то вещи, например, исторически это, конечно, стоит уважать. Война 1812 года уже меньше понятна, но это в силу определенных причин, не потому что люди не понимают, а потому что это меньше доносится до молодежи. Ну, прежде всего, каждый для себя выбирает сам, каким патриотом быть. Роман, а сам по себе, да, то есть, как бы, твоя деятельность непосредственно связана, да, то есть, как бы, работой с архивами, да, то есть, как бы, вырабатывание этой информации, ну, я так понимаю, да, и донесение ее до молодежи, да? Ну, в рамках проекта «Историческая память в Преамуре» поисковый отряд «Память Амура» действительно занимается поисковой работой в Центральном архиве Министерства обороны. Ну, это техническая составляющая большого, огромной, большой такой огромной системы представителей всех уровней, представленной здесь сейчас, Сергей Михайлович, Юрий Викторович. В комплексе наша работа в итоге способствует тому, что мы формируем определенный продукт, который потом, после этого медийно представлен, представлен для понимания широкому кругу людей. А знаете, что больше всего радует? Когда не просто мы там нашли, там, у нас ребята иногда десятки раз обращаются к поиску одного и того же человека для того, чтобы найти. Для нас самое большое, самое радостное событие, когда находятся родственники, а еще лучше, когда они сами начинают приходить в этот поиск, приезжают на могилу родственников. Не только на могилах, есть ветераны, в том числе, вот, кстати, молодые ветераны, боевые действия недавно. Один говорит, знаете, мне вот здесь, отец здесь служил, здесь вот воевал, давайте выясним, пройти по этому боевому пути. У него самого достойный боевой путь, но то, что он обращается, это как бы тоже очень важно. То есть получается о том, что люди, амурчане более заинтересовываются, наконец, своей историей, то есть начинают оглядываться, потому что до этого времени, ну, как бы давно было. Наверное, специфика вообще нашей области, вот, вот, вряд ли амурчан можно особо обвинить, там, вне патриотизма. Тут, видимо, некий феномен, мы живем на границе, у нас некое обостренное чувство, поэтому я пока не встречал, вот, так, чтобы тот сказал, знаете, там, мы тут даже такое, как-то применяем, Приморская земля, это земля патриотов. Видимо, наша тут такая особенность, удаленность нас к этому, к этому тоже подталкивает. Золотые слова. Да, но все равно стоит небольшая проблема в понимании молодого поколения, что такое патриотизм, опять же, из-за недонесения правильной истории, как вы уже говорили, да, об этом. Может быть, стоит все-таки ввести в школах такой предмет? Такой выдающийся, знаете, политик, сэр Уинстон Спенсер Черчилль, который, проиграв выборы в 45-м году, стал писать то, что, вот, история Второй мировой войны. Он первым выпустил свой четырехтомник. Когда сэру Уинстона спросили, вот, а как история будет, вот, относиться к вам, он сказал, что история будет добра ко мне, потому что я сам ее буду писать. Мы сами знаем, не каждый день светит солнце, да, погода от нас во многом не зависит. Точно так же история, точно так же наша родина. Да, тут говорили о том, что вот у нас есть что-то, что нам не нравится. Юрий Викторович сказал, тогда, а что ты сделаешь для того, чтобы, собственно, исправить, и чтобы было в твоей стране лучше? Абсолютно правильно. Потому что патриотизм – это не только стояние с ружьем на границе, это еще и спортивный успех, как мы выяснили. Это просто жить и быть человеком, в первую очередь. Сегодня мы говорили о патриотизме. Да. Сегодня прозвучала очень интересная фраза, что у войны бывают и плохие дни, и хорошие. На мой взгляд, у войны только один хороший день – это день ее окончания. Спасибо огромное за компетентную и приятную беседу по поводу этого непростого, на мой взгляд, вопроса. Действительно, будем развивать в наших детях, в подрастающем поколении это чувство патриотизма. Потому что только на этом чувстве и базируются все остальные человеческие, правильные человеческие качества. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Это было ток-шоу. Вам слово. До свидания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин